Хабаровский край получит дополнительно 80 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Деньги из резервного фонда распорядился выделить Михаил Дегтярев. Число заболевших коронавирусом в регионе ежедневно растет. В больницах разворачивают дополнительные койки. За помощью опять придется обращаться к студентам и преподавателям медицинского вуза. Об этом говорили сегодня на оперативном штабе по борьбе с COVID-19. С подробностями Ирина Забродина. Около 2000 человек лежат в больницах края с диагнозом COVID. Более полусотни из них в тяжелом состоянии. Еженедельный прирост заболевших 14%. Растет и смертность. В больницах опять открывают ковидные отделения и разворачивают дополнительные койки. Первой краевой больнице у нас общий коечный фонд составил 116. По второй краевой больнице у нас функционирует 80 коек. По второй городской больнице имени Матвеева 182 койки. Что касается 10-й городской больницы, у нас развернут на данный момент 500 коек. Впереди праздничная неделя. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом прогнозируют, что поступление больных в стационары возрастет. А там и так уже работают на пределе. Поэтому опять придется просить помощи у преподавателей и студентов медицинского университета. Их планируют привлечь для работы в поликлиниках, чтобы оттуда высвободить кадры для работы в красной зоне. Я прошу медуниверситет адекватно отреагировать на это все. И сейчас поменять планы и высвободить студентов для работы в поликлиниках. Не обязательно в красных зонах. Нам нужно просто снять нагрузку с системы здравоохранения, с тех людей, которые сейчас работают на износ. Между тем, Хабаровский край находится в антилидерах по показателям вакцинации. Для сравнения, в среднем по России доля получивших прививку составляет более 46%. В нашем регионе – 35%. Отличаемся от среднероссийских значений. Это очень печальная история. Она, в общем, не совсем допустима. Уже у нас, по-моему, только Приморье, Дагестан. С 1 ноября в Крае начнет действовать система QR-кодов, которые нужно будет предъявлять при посещении объектов культуры и спорта. По поручению штаба в течение ближайших дней должна быть отработана техническая часть работы с QR-кодами. Ирина Забродина, Телеканал «Губерния».